Капсулу времени заложили в селе Строчково городецкого округа. Получили это почетное право представители нескольких династий работников колхоза имени Куйбышева. Вскроют капсулу через 50 лет. В 2073 году потомки нынешнего поколения строчковцев получат своеобразный привет из прошлого. Капсуле это послание, ну там история колхоза рассказывается. Затем ее подписали наши династии, их где-то 15 или 17 династий у нас работали. Потом эти заслуженные наши люди, потом внуки председателей колхозов, которые раньше работали, мы их всех нашли. Хотелось бы увековечить колхоз имени Куйбышева. Если площадь это будет имени колхоза имени Куйбышева, парк Победы и так далее, то я хочу сказать, что не было бы колхоза Куйбышева, не было бы никогда Строчково. Село Строчково это вот одна улица вот направо, которая осталась, а остальное все это колхоз имени Куйбышева. Поэтому мы так и решили. Строчково, городецкий муниципальный округ, Нижегородская область и Россия, я уверен, через 50 лет будет краше, будет стабильно и уверен, что потомки оценят именно вот этот посыл, посыл, который направлен именно обращение к ним. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие запомнится жителям, запомнится тем приглашенным гостям, которые здесь принимают участие, ну и мне, конечно. Знаменательное событие произошло в День села. Строчково праздновало 430-летний юбилей. Как всегда, весело, с размахом и со свойственным селянам теплом и гостеприимством. Строчково праздновало 430-летний юбилей. Я работаю в колхозе, вступил в колхоз, когда я окончил 10-летку. С тех пор я член колхоза, 43 года, даже. Всю жизнь в одном колхозе. Мы сюда приехали из Каверненского района, но закончил школу, потом пришел в колхоз, и вот 44 года. Ну, вы ведь не один представитель, я так понимаю, вашей жизни, да? Нет, еще. Старший брат, младший брат, племянники, сын работал. Сын, вот младший, работает в школе, преподает математику. Жена тоже в школе, жена у нее в школе работают. У нас тут много. Строчково живет полной бурной жизнью. Благоустраиваем площадь, сделали асфальт, колхоз работает в полную силу, в детских садах детские голоса, шум, гам, школы работают. ФАП с дня на день должны открыть. В общем, все идет своим чередом. Люди живут и радуются жизни. Я вышла замуж и переехала сюда из Нижнего Новгорода. И как у вас здесь? Очень классно. Часто праздники, есть работа, есть садики школы, очень классно. Все люди очень добрые, отзывчивые. Мне нравится. Праздник замечательный. За село рады, за сельчан очень рады. Очень рады такому празднику. Всех поздравляем. Прекрасное настроение, всем здоровья, счастья, процветания. Селу нашему, процветания дальнейшего, чтобы развивалось, крепло. И в будущем все было прекрасно. В официальной части праздника чествовали активных жителей села. Тех, кто внес свой вклад в его развитие, награждали победителей различных конкурсов. А зал тепло и дружно приветствовал односельчан, в очередной раз доказав, что село – это одна большая семья, где все знают друг друга, умеют помочь и поддержать, и вместе порадоваться успехом. Субтитры создавал DimaTorzok